Так, восьмые классы. Восьмые классы. В принципе, я не очень на вас рассчитывал сегодня. Я вам сейчас дам работу, а вы будете с ней возиться. Все, вас достаточно много, поэтому я к вам буду возвращаться. Это все не то. Сейчас я найду, потому что я рассчитывал на старших. Так. Люди, кто из вас довел честно до конца эту задачу? Восьмые классы. Посмотрите внимательно, вы видите, отвечайте. Отвечайте. Вы меня слышите? Я слышу. Так. Вот у меня задача. Видите, вот такая сеть. Три ромба. По диагонали, вот перечеркнутые, вот в диагонали все сопротивления по одному ому. Все остальные сопротивления, даже там, где у меня длинные хвосты, видите, по 2 ома. И я эту схему преобразовываю в точки, видите, как называются. Посередине А, крайняя, потом Б, потом С, потом Д. Сверху Е1, Ф1, Ж1 и К1. Внизу то же самое с индексами 2. Теперь эту схему свернули в кольцо, в браслет. Так что Д и А совпали, а К подсоединилась к Е. Каждая как своя Е. И имея сопротивление, ну вот, по диагоналям по единице, а все остальные по 2, рассчитать общее сопротивление цепи. Тут есть несколько приемов преобразования, понимаете? Если вы их пройдете правильно, то я с вами буду разговаривать дальше, потому что у нас пока идет разговор в одну сторону. Я вам даю задачи, а решение, даже подсказываю, как решить, а решения нет. Так, вы меня слышали? Слышала. Все, работаем с этой задачей. Вы можете все потом мне на экране нарисовать свои преобразованные цепи. У меня... Вот, 10-й, 11-й. У меня, значит так, у меня я вижу, сейчас я скажу, кто у меня. Радончик, это кто такой? Артем. Это Артем, 8-й. Трегубинка, 9-й. И, Боря, это тебе задача тоже. Вот на тебя самая большая надежда. Ты ее видел? Можете туда показать еще раз. Еще раз. Тебя давно не было. Видишь схему? Да. Перерисуй ее. Вот эти ромбы, вот эти диагонали, на диагонали буквы подряд. А, Б, С, Д. И все сопротивления, включенные между этими точками, по единице. Сверху и снизу буквы такие. Сверху Е1, F1, G1 и К1. Снизу те же самые с индексом 2. Потом эту схему свернули в кольцо, в браслет. Точку D соединили с точкой А, а точку К с точкой Е. Сначала К1 с Е1. А 2 с 2. А потом будет наоборот. Ну, сейчас вот так. Все остальные сопротивления, кроме тех, что они в диагонали, по 2 Ома. Да. Найти общее сопротивление цепи. А при подключении в какие точки? Еще раз говорю. А с Д. Да. А К с Е. Да. К1 с Е1, К2 с Е2. Все понятно? Да. Давайте так. Давайте сейчас все, включая и 11-е. Я уже вижу, кто у меня 11-е. Не так их много. Это Оля. И все. Вы попробуйте решить. Она не такая простая даже для 11-ых. У меня вышло 5-12 Ома. Покажи схему. Я не знаю. Я ее не развязываю. Я хочу побачити, как ты перетворил. Малюй. И буду бачить. Те, что ты умеешь развязывать, я знаю. Но мне нужно быть уверенным, что ты не помнился. Те, что ты умеешь развязывать, я знаю. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. Коля, Семенякин, ты меня слышишь? Да, здесь, да. У меня для тебя есть задача. Давайте. У нас по поводу этой задачи, тут их три, все три хорошие, для одиннадцатого класса. Но одна у нас вызвала большие разговоры. Мало того, она мне близка к духу, потому что лет больше тридцати, чуть ли не сорок лет назад я ее сам придумал. И разуверился в ней, то есть я ее не формулировал, потому что посчитал, ну, похожие там есть вариации, и посчитал, что она неправильная. А потом выяснилось, что она дает результат. Мало того, результат неожиданный, который я не совсем понимаю. Вот слушай. Невагомый, довгий, пластмассовый цилиндр, что может вольно обратиться навколо своей горизонтальной... Давай, тебя по-русски читать? Или ты украинский еще понимаешь? Как вам удобно? Ну, так, как написано. Невагомый, довгий пластмассовый цилиндр может вольно обратиться навколо своей горизонтальной оси. Горизонтальная весть проходить вдовремя оси цилиндра. Радиус цилиндра L, довжина L. На бечную поверхность цилиндра закрепили важкий однородный стрижень массой M. Ну, понятно, что он потягнул вниз, вернулся так, до низу. Знайдите період малих коливаний цилиндра навколо положения равноваги. Магнитно стало відомо мю нулеве та прискорення вільного падіння G. Випромінюванням знехтувати. Сейчас я чуть не могу понять. Он как бы маленький цилиндрик, он закреплен как вдоль оси? Или перпендикулярно он закреплен, да? Нет, ничего перпендикулярного. Вдоль, да? Да, вдоль оси. А снизу прикреплена тяжелая пластинка массой M. Ну, она как бы, ну да. Да, теперь его взяли чуть-чуть отклонили от вертикального положения и отпустили. Он совершает крутильные колебания маленькие. И нужно определить их период. Я не совсем понимаю, зачем здесь магнитно стало. Я подумаю. Смотри, там магнитное поле еще есть? Или что? Я тебе даю пять минут сначала сообразить, а потом мне рассказывать. Далее… Далее… Я думаю. Далее… Ты знаешь… Я что-то тут не вижу того, что должно было быть написано. Сейчас, подожди минутку. Там предполагалось, что он пластмассовый, ну, изолир, и его поверхность покрыта зарядом Q равномерно. Его поверхность равномерно укрыта зарядом Q. Я почему-то этого не прочитал. Ты правильно мне вопрос задал? Ну, ладно, я подумаю, что здесь надо учитывать, что не надо. На бичную поверхность цилиндра равномерно нанесен заряд Q, чьи густая сигма, там, как хочешь. Это вам. Похоже на эту картинку. Боря Трегубенко. Очень похоже на эту картинку, но это не твоя задача 11 классов. Оля, ты решай сначала расчет цепей, потому что с этой задачей... Володя, Кузяра, значит, ты будешь общаться с Артемом Мамичем. Володя, Кузяра. И вы будете общаться сейчас с Колей. Коля, покажись. Коля. О, вот это Коля. А почему в физтех? Ты что, в физтехе сейчас? Коля. Или у тебя такой сайт? Коля, сейчас я вспомню. Ты учился в Киевском... Коля, ты не включил звук. Коля, включи звук. Я на физфаке учился, да. Ты учился на физфаке, а потом поехал в Москву в высшую школу экономики. Я правильно понимаю? Да, там я тоже учился, да. Там ты учился. Сейчас ты в аспирантуре где? Там же. Там же. Вот такое. Вот вы общаетесь с Колей. Он грамотный. Если мы не успеем ее решить, придет призер Международной Олимпиады Паша Гавриленко, который там же сейчас. Но Паша уже там преподает в этой школе. И надо решить. Так, детки, я вам даю 10 минут. Я эту задачу на расчет цепей мучил долго. У меня много идей. У меня даже есть некоторые попытки преобразовать схему до понятного. Спасибо. 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 Оля, тебе задача понятна на расчет цепей? Нет, я пришел позже задачи. Так, Коля, ты утверждал, что Костя уже даже ответ получил, но я не доверяю. Ты пообщайся с Костей, у тебя же, наверное, тоже есть ответ, Коля. Пообщайся с Костей, может быть, с Денисом. Если у вас совпадут ответы, вы будете меня добивать ими. Хорошо? Коля, ты меня слышишь? Да, я понял. Хорошо. Ты знаешь, какая задача? Вот эта, ненавистная всем. Да, да, я понял. Давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Посмотрите, такой смух стоит. А, это из Чернобыля. Та сторона не видна даже. Да, это север. Вообще. Северо-востока. Затянулось. Посмотри. Да. Кошмар. Что же это делается? Это ветер подул таким образом. Я еще раз покажу, что у меня получилось. Смотрите. Алексей Григорьевич, можете Галю, пожалуйста, добавить? Галя? А у меня свободный вход. Я добавил. У нас свободный вход сейчас. Галя? Галя? Да? Мы с тобой договорились пройтись по ЗНО. Ты открыла раздел физика атома, да? Нет. Нет. А какой? Я пока еще никакой не открыла. Я только сейчас пришла. Что в школе? Какие... Чем вы закончили? Какой ты класс? Одиннадцатый какой? Одиннадцатый А. Одиннадцатый А. Я знаю, что когда я туда заходил, ну, что-то преподавать, там я рассказывал квантовую оптику, то есть фотоэффект. Мы уже ядерную прошли. Ядерную. Давай атомную. Давай ты сейчас просто рассчитаешь спектр водорода по бору. Вот такой тебе вопрос. Если ты не помнишь как, я тебе помогу. Ну, вот теорию бора и получить спектр водорода. Ты же помнишь, там было открыто экспериментально четыре линии в видимом, видимой области света. И была для них написана формула Бальмера. Если ты этого не помнишь, откроешь учебник, найдешь. Хорошо. Или даже в этом, в ЗНО, там в начале главы есть такое. Формула Бальмера, которая связывает эти частоты с некоторыми физическими постоянными и целыми числами. Простите, а я хотела вам задать вопрос по одной задаче, которую вы вчера задавали. Давай. Вы вчера задавали задачу про сосуд, в котором был легкий поршень и на который налили ртуть. Да. Я решила эту задачу, но не уверена, что правильно. Вы можете проверить, правильно ли? Сейчас я тебе напомню. Значит, у нас есть высокий сосуд, снизу дно, цилиндрический, сверху открыт. Длина два раза по 76 сантиметров. Да. Положили легкий поршень и налили ртуть сверху. И ртуть занимает верхнюю половину, а воздух нижнюю. Это при температуре 320 градусов. Значит, есть целая цепочка вопросов. Но первый вопрос такой. До какой минимальной температуры нужно нагреть, чтобы вытекла вся ртуть? Вот, да, я решила, но я не уверена, что у меня правильный ответ. Вы можете решение? Я сейчас вам покажу, проверить его. Давай. Ты мне только скажи, какая минимальная температура? У меня получилось 421,9. Сколько? 421,9. А я не понимаю, откуда это могло взяться. Смотри. Смотри. Когда я подогрел до какой-то температуры Т выше Т нулевое, у меня поршень поднялся на величину... У меня давление воздуха увеличилось. Поршень поднялся на величину Х, поэтому объем увеличился на ХС. А давление уменьшилось. Если в сантиметрах штутного столба, то оно тоже самое и Х. То есть сначала давление. Атмосферное давление тоже 76 сантиметров штутного столба. Поэтому в начале давление 2 раза по 76, 2L. А теперь 2L минус Х. И температура Т, и объем другой. Я тебе советую, чтобы ты никогда не путалась в таких задачах. Построить таблицу. Слева ты пишешь. Таблицу, у которой есть вертикальные колонки и горизонтальные. Вот горизонтальные ряды ты называешь так. П, В, Т. Вертикальные. Это значит, у тебя будет нулевое состояние, начальное. Поэтому П это 2, П атмосферное 2L. Если измерять в сантиметрах штутного столба. В это площадь на L. И температура Т нулевое. Потом промежуточный случай. Это когда мы нагрели до температуры Т. Потом конечный. Когда вся ртуть вытекла. Тогда давление внутри P. Ну L. Уже одна атмосфера. Потому что ртуть вытекла. Объем в 2 раза больше. И температура, которую ты посчитаешь. Потом у тебя есть закон, который связывает между собой при постоянной массе объем давления и температур. Вот ты и все выписываешь. И подставляешь. Смотришь, что было в начале, что было в конце. А потом ищешь температуру. Ту, которая даст нам максимальную в середине. До которой нужно нагреть. Я тебе скажу честно. У меня вышло 360 градусов. У вас вышло в Цельсиях или в Кельвинах? Что-что? В Цельсиях или в Кельвинах? Не слышу. Это кто говорит? Коля. Коля. На всякий случай, чтобы у вас единицы измерения совпадали. Коля, я не могу перестроиться с задачи на задачу. Ты подсоединяй. Нет, я говорю про вашу задачу. У вас Цельсии или Кельвины? Что там? L. Цельсии или Кельвины у вас задача? В Кельвинах температура. Хорошо. Прошу прощения. 320 Кельвинах. Иначе было бы очень неудобно считать. Люди, восьмиклассники, смотрите. Сына, погуляй пока. Я раз за ним. Смотрите. У меня получилось несколько преобразований. У меня вышло сопротивление 1 треть. Первое преобразование вот такое. Всем понятно? Это до того, как я свернул в кольцо. Я только сложил пополам. Вот тут точка А. Вот тут точка Д. Тут точка К. Тут Е. Тут Б. Все видите? Да. Теперь я ее сверну. Но я не просто сверну. Поскольку у меня будет три треугольника, построенные кольцом, я нарисую так. А и Б вот здесь, посередине. А вот эти точки, вот эта точка соединена проводом. Вот черные, это провода все по одному ому. А красный, это будет провод, который не имеет сопротивления. Так нельзя разобрать соединенные точки, между которыми нет сопротивления. Я еще повернул так, чтобы А и Б были посередине. А вот эти точки соседние, это точка С. Точка С, а это точка Д, вот эта точка, ой, прошу прощения, Б, С, и вот эта С. Видите? А вот тут точки связаны с сопротивлением вот этим. У нас же еще есть один проводок. Там три сверху. Вот он и замыкает. Теперь я решил преобразовать таким образом. Я сказал, что вот эта точка, вот сейчас я их отмечу красным, эти точки. Вот это, вот это. И середина этого провода имеет одинаковое напряжение. Видите? Напряжение это У пополам. Потому что между А и Б, У, эти точки посередине. Видно. А теперь я буду считать. Все, меня нет, потому что дальше я уже просто буду болтуном. Я расскажу вам все секреты. А болтун – находка для шпиона. Боря, Трегубинка, у тебя должно быть уже это решение. Ну, я считаю, я потом упал, но у меня вышло. Как? У меня третья. Сколько? Третья. Одна третья. А у Кости? Костя, какой у тебя вид поведяка? У меня пять двенадцатых. Сколько? Пять двенадцатых. Сто дванадцатых? Пять двенадцатых. Можливо, четыре двенадцатых, тогда так же будет, как у него. Но я не уверен, что это верно. Я уже забыл, как правильно. У меня получилось сопротивление один Ом. Ровно один. Здесь получится единица параллельно к единице, там дальше это параллельно этому. Я все упрощал, упрощал, упрощал. Она не мая. Я хочу, ты развязывай. Параллельно единица. А можно вопрос по поводу задачи с цилиндром? С чем? С цилиндром задачи, которую вы вчера давали. Да. У меня получается квадратное уравнение, вы говорили найти их с вершины. У нас квадратное уравнение, значит, у нас, сейчас я тебе скажу, как, Т зависит от Х, квадратичная зависимость. Правильно? Да. И у нас при Т равном, и у нас при Х равном нулю и Х равном L одинаковое значение. Да. Температура. Проверь. Проверила? Сейчас. О, проверь. То есть на концах у нас равные температуры. Так, теперь Артем, Володя, может быть, Дима пришел, Володя, Артем и Коля. Да. Послушайте меня. Не, не этот Коля, а Семенят. Да, также. Да, да. Который организатор, профессор сегодня. Смотрите. Почему я придумал эту задачу, почему я от нее отказался? Почему мы сегодня ее предложили? И почему я волнуюсь с решением? Я понимал так, что когда цилиндр вращается вокруг оси, с ним вращаются заряды, которые находятся на поверхности. Правильно? Да. Эти заряды, вращающиеся, создают электрический ток и создают вдоль оси магнитное поле, как в соленоиде. Так правильно? Вроде да. Причем это магнитное поле является переменным. оно меняется ток синусоидальному закону и точно так же меняется магнитное поле. Такое магнитное поле переменное должно вызывать переменное электрическое. Дальше идея авторов, что это переменное электрическое поле тормозит колебания. Да. И поэтому это не просто математический маятник, а еще с некоторым торможением, то есть присоединенной массой. Что меня смутило тогда и смущает даже сегодня. Ну, не может он сам себя тормозить. Я хочу понять, как это происходит. Я настолько этим увлекся, что, во-первых, да, проверяли мы ее вместе с Кельником. Коля, ты знаешь Кельника? Да, знаю, конечно, да. Да. И у нас сначала получилось, что это никак не влияет и просто математический маятник, но потом он сел, посчитал с помощью уравнений Максвелла и получил, что есть торможение. У авторов было торможение. Я позвонил Станиславу Иосифовичу и он сначала вроде бы меня поддержал, но после того, как он порешал, на следующий день он сказал, что там есть торможение. И вот я хочу понять, каким образом эта электрическая штука превращается в механическую. То есть, почему вот это поле, которое возникло, переменное за счет вращения самого цилиндра, ну, такого, периодического, синусоидального, почему она повлияла на скорость? Не, ну, а такое рассуждение, что просто электрическое поле обратно тормозит заряды, вас не устраивает? Оно как бы действует на заряды? меня тоже тормозит сам себя очень непонятно. Не, ну, я согласен, что... То есть, почему закон сохранения момента количества движения не выполняется? А к нему какие-то прибавки? Вот это как к вам всем троим, потому что мы тогда это быстро делали, потом всем, кто это учел и это проделал, дали полный балл, а тем, кто этого не проделал, тоже дали полный балл и оставили это в туне. И я обещал в этом разбираться, но разобраться я сам не могу. А вот есть Коля, вот есть Паша Гавриленко, и они разберутся и нам расскажут. Договорились? Ну ладно, мы с ним до субботы тогда обсудим этот вопрос. Хорошо, дать другую задачу. Даю другую, которую они уже решали, поэтому я не очень на нее настраиваюсь, а я теперь дам ту, которую они не решали. так, то, которую вы не решали. там была очень хорошая задача, ее предложил Пашко, но если я ее найду, вот, я уже кое-что нашел, когда найду, вам скажу. Вот, слушайте. Давайте так, одну я вам уже говорил, я ее прочитаю, они все ужасные. Значит, смотрите, всеукраинская олимпиада, 2010 год, 11 класс, вторая задача. Читать или вы сами найдете? 11 классники, читать или вы сами найдете? Люди! Мы найдем, Алексей Григорьевич. 10 год, 11 класс, вторая задача. Для Коли я читаю. На цепочку горелок, размещенных на небольших расстояниях друг от друга, поступает газ. Количество теплоты, выделяющееся при его горении на единицу длины цепочки за единицу времени определяется соотношением Q от T равняется Q нулевое некоторый коэффициент на функцию там тета функция от T минус TS, где ETS температура зажигания. тета от X равно 1 при X равном 0 и 0 при X меньше 0. А, при X больше 0 и 0 при X меньше 0. Значит, тета от X равно 1 при X больше 0, то есть в одну сторону зажигается, а в другую сторону не зажигается. Так понятно? Когда все горелки горят, количество теплоты на единицу длины цепочки, уходящее за единицу времени, то есть мощность на единицу длины в окружающую среду, определяется формулой тета от T равняется гамма на T минус T нулевое, где T нулевое, температура окружающей среды. Теплоемкость единицы длины цепочки равна C. Найди температуру T1 цепочки в стационарном состоянии, когда все горелки горят. Потом идут некоторые замечания. Примем, что в случае, когда горелки горят лишь в некоторой части цепочки, температура вдоль цепочки в переходной области длиной L на границе области горения изменяется по линейному закону от T1 до T нулевое. При каких температурах окружающей среды вдоль цепочки побежит волна зажигания и при каких волна гашения. Найдите скорость этих волн. Вот задача, фотографируйте. Я ее решать не умею. Вторая задача. Я сейчас в интернете найду и выложу просто ссылку. Вторая задача 2010 года Украинские Олимпиады. Супер! Предложил ее Анисимов. Это задача по синергетике. И было бы очень полезно, чтобы вы ее решили и меня научили. Вот Паша точно меня научил. Коля, я надеюсь, я надеюсь. так, восьмиклассники. Я очень волнуюсь. Люди, вы меня пугаете. двоих уже ответ на третье получилось. Коля, ты имеешь право сейчас защищать свое решение. Точно так же, как это право имеет Костя и Артем и Денис. И Денис. Вы втроем у меня были, и вы были на отборах, а Костя и так молодец. И вы имеете право защищать это свое решение. Я вам скажу, я вот такое вижу преобразование, кто-то нарисовал, видите? Я его не понимаю. Попробуем разобраться. Я пойду погуляю, потому что я много говорю. подожди, а где же мы гуляем? Это? А вот тут? Да? Вот это. Я не дошел, не донес. За недонесение даже отвечать. Ну да. Я за собой попробую перескать. . Спасибо. 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 А не две бутылки подменили? Нет. Смотри. Вот это четыре таких. Таких четыре. Одна вот такая, вот такая. Это другое. Ну да, и что? И одна вот такая. Спасибо. 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 Оля, у тебя уже получился ответ? Ну, что-то вроде ответа получилось. Я Оле спрашиваю. Не Коля, а Оля. Задача с трубкой, с цилиндром. Пока что нет. У него очень пока получилось. Ну, смотри. У тебя начальное положение. Давление. Два L. Да, ну две атмосферы. Объем L. Да, на S. Два L умножить на L поделить на T нулевое равняется 2L минус X. Да, я так записала. Умноженное на L плюс X. Да. Разделить на T. Да, точно такое же. Теперь T у тебя зависит от X в квадратичная зависимость. Кстати. Да, получилось. В самом конце у тебя давление L, объем 2L и температура T-конечная. И если ты сравнишь первое выражение и последнее, то получится, что T-конечная равняется T-начально. Да, это у меня получилось. Что равно. А теперь смотри. У тебя квадратная зависимость, квадратичная. Угу. А коэффициент при X квадрат со знаком минус. Да. Значит, это парабола, у которой ветви вниз. Да. А где же вершина? Да, а на концах у нее одинаковое значение. Ну, получается так. Значит, вершина ровно посередине. Ага. Ты можешь взять производную и найти, но вершина там максимальная, и ты сейчас посчитаешь и поймешь. Но потом мы, я тебе задам еще вопросы, доведи до конца. Окей. Так. Дорогой мой. Там двоих и в помине нету. Боря, откуда там двойки? У меня по оси единицы. По внешней оси. Все остальные двойки, когда я сложил пополам, по диагонали, по оси, то у меня все стали единицами. Вообще да. И ни одной двойки не осталось. Не дури меня. Никих обликтов. Ладно, тогда я... Стоп. Ты меня сейчас, Боря, заставишь решить задачу. Это же будет преступление. Можете еще раз... Давай, работай. Можете еще раз показать туда фотку? Давай, давай. Покажи еще раз. Давай еще раз. Пока. Рисуем. Рисуем. Сейчас он перерисует. Может, кто-то все же покажет нормальное расположение сопротивления? Ну ладно, я поверю вам, что мне единички. Я-то думал, там только во всех диагональных. Ну ладно. Значит, теперь на кого похож? Ну, не полностью, но чуть-чуть, напоминаю. И не закусы. Все они... Откручивают. Не-е-е-е. Он более крупный. он круче и не закус они сказали ветер будет в направлении киева и в киеве будет смог причем они уже сказали не один человек а нарушителей мы нашли я тебе должен сказать не сейчас не говорят что они их подозревать они говорят что они из баловства вот так для того чтобы все по идее раскрутит их по полной программе я не думаю я не заплатили данный схема шли симметрично ну то поиски 7 8 3 7 может делать когда стало равное данным уже не вот так же еще течет огнуть если только течет соответственно было если только течет начнется там не там есть равные потенциалы соответственно они не одинаковы я ее специально нарисовал знаешь abc ты понимаешь я не верю тебе я говорю что вот всех точках но я тебе отвечу abc да это у тебя правильно боря и и это ты смотришь сверху да 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 я понял я же не все понял но я не не уверен народ поговорите с ним у нас желтая линия то линия равных потенциалов ну оранжевая ты знаешь когда я рисовал и свернул да оранжевая линия то просто мы закоротили ну да равны паси да так у меня к коле вопрос коля ты с ним согласился а кость я ты с ним согласился первый рисунок согласен второй рисунок сейчас дома думаешь что у меня у тебя нравится в тебе нравится что тот факт что он не соответствует твоему рисунку ты по-другому как-то преобразовывал ты не говоришь сразу же это неправильно но я понял откуда здесь следует а где у тебя пять четвертых она покажи четвертых это один плюс на 4 я вижу две четвертых и единицу ну вот вот и вот это вот пять четвертых дорогой мой а где у тебя . вот она а понял так там у тебя пять четвертых и параллельно 1 4 ну по четвертых сократит тогда это получается 5 24 но на 2 поэтому 5 12 ну вот это все еще на 2 5 двенадцатых а у тебя сколько вышло 10 24 уборе а у кости сколько на 5 двенадцатых 5 двенадцатых а что больше 10 24 или 5 двенадцатых у борьб 10 24 а у кости 5 двенадцатых у кого больше народ не слышу но одинаково так а у коли сколько и у дениса верника и если там пришел артем пастернак вдруг который вообще не ходит то я буду счастлив а еще есть софия которая хорошо решает тоже была на отборах мне нужно эту задачу до конца быть уверенным люди у нас сегодня будет как верховной ради вы проголосуете за правильный ответ слышите меня а в субботу я воспользуюсь правом президента наложить свою подпись или вето так понятно так что если получится правильно это будет супер но я согласен с 5 двенадцатых я уже как тоже это классно коля до конец с ними согласился но вот видишь не 4 12 опять 12 но на всякий случай проверьте значит коля семенякин а я тут у меня мнение причем он кельник еще анисимова звонил и станислав иосифович величинский и они у оба с помощью уравнений максвелла получили что все таки есть присоединенная масса как ты это объяснишь почему влияет на механику вот это электрические эти явления каким образом ну момент потому что магнитного поля есть момент импульса что что у магнитного поля есть момент импульса а собственно у электромагнитного магнитного самого по себе нету я согласен такое может быть дай подумать я считал что там произойдет следующее что на поверхности вот этот заряд нанесенный он тоже в пределе молекулы может двигаться но электронные ну ладно да что под действием электрического поля может наверное да вот но если у магнитного поля есть момент импульса точно так же как у электрического тоже есть импульс и моменты ну у самого по себе магнитного поля нету а вот у электромагнитного есть да я понимаю там векторное произведение стоит е на б вектор пойнтинга и еще на радиус вектора у меня огромная просьба к вам ребята напишите статью по этой задачи я от нее отказался когда-то потому что был уверен что само на себя поле влиять не может ну цилиндр влиять не может ну вот я ж был не такой грамотный как вы есть есть давайте есть сделайте мы сделаем из так поехали дальше люди за вами осталась задача а я читаю задачу которую я очень люблю а я уже решили извините давайте легкую до кентяпи давайте я поскольку коля уже отвык от украинской мовы концу подвешенной вертикально пружины масса которой можно пренебречь я и сейчас усложню подвешивает груз массой м затем к середине уже растянутой пружины подвешивает еще один груз той же массы определить длину пружины после всего если ее жесткость равна к а длина в нерастянутом состоянии л нулевое или тоже массой что что второй раз тоже массу им подвесили не понял второй раз тоже массу им подвесили такую же да к середине подвесили такую же массу этим же делить на к я думаю что она нетрудная у нас x1 верхней части x2 нижней части растянуты верхняя часть имеет и нижняя часть половина имеет упругость какую половина верхняя половина и нижняя на 2 какую на 2 ну типа ну потому что что значит на 2 ну половина жесткости или нет половина там может быть 2к а ну исправьте его расскажите ему как правильно я понял 2к 2к это я перепутал с параллельным соединением с перепугу тебя никто не должен запугивать даже я значит 2к какого перепугу я перепутал имею в виду с параллельным соединением ага а как чего там оно параллельное вот а нижняя и такое же имеет но на верхнем с какой груз висит на верхней половине висит груз м 2м 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 а на нижней половине м вот теперь считайте и складывайте насколько она удлинится и прибавьте л нулевое так понятно а теперь то же самое решите если пружина имеет массу м ну скажем м большое все все понятно люди эта задача была очень легкой она утешительная была на олимпиаде вообще я очень уважал семена устиновича гончаренко потому что это он был одним из организаторов всеукраинских олимпиад но задачи которые он давал они всегда были легкие это его задача ну даже не его они откуда то брали и так далее давайте ее усложним известно еще масса пружин если ее повесить то она уже растянется под собственным весом а теперь еще грузы навесили доведите до конца все восьмиклассники так а мы считаем что масса действует только в центре масс как точка что 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 масса пружин действует как точка в середине пружины да нет ты просто рассмотри вот насколько растянется просто без всяких грузов пружина под действием своего веса сначала реши эту задачу если ты сумеешь ну там интеграл надо писать но поскольку мы не знакомы с интегралами то выйди как-нибудь из этого положения разбей на маленькие кусочки а между ними между кусочками включи пружинки маленькие и просуммируй и получишь я тебе популярно объясню Коля не отвечаешь взял пружинку разбил на кусочки на шарики а между шариками вставил маленькие пружинки н шариков н пружина к потолку подвешена пружинка внизу шарик масса шарика это м большое деленное на м жесткость маленькой пружинки ты сам знаешь только что ты правильно сказал поехали Костя у тебя уже есть ответ Костя нет пока еще нет давай давай ответ давай когда еще пружинка мае массу скажем м великое а м маленькое это масса этих кусочков которые мы додатково подвешили внизу и посередине так одиннадцатые классы оля оля да у меня получился график все а что дальше делать так а какой должен быть икс чему равен икс чтобы была максимальная температура нулю ну да ноль как ноль ну вершина ты что тебя икс равен нулю у тебя триста двести триста двадцать градусов да и при икс равном л у тебя триста двадцать градусов Кельвин да а посередине вершина нет так чему равен икс как он может быть ноль когда ноль триста двадцать Кельвин думай галя у тебя ко мне вопрос нет у меня просто то же самое что и у оли получилось так почему ноль вы что параболы рисуете только как икс равняется икс квадрат она не может быть сдвинута во первых она перевернута во вторых она сдвинута люди она сдвинута и по си иксове по си иксове по си иксове он и и их и Спасибо. 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 Вопросы? Я не знаю, как сделать, чтобы было просто масса пружины. У меня получилось типа... Ваш звук включен организатором. У кого ко мне вопросы? Мне, я не могу найти сумку. Коля, под собственным весом, на сколько растягивается пружина? Я не могу найти эту, я не получаю. Коля, давай так. Вот у меня стоит пружинка. Каждая пружинка имеет n умноженное на k, потому что она в n раз короче. Правильно? Да. К этой пружинке первой подвешена масса m. Но дальше висят еще массы. То есть к первой пружинке сверху подвешена вся масса m. А к нижней пружинке, которая имеет такую же подвешена масса, деленная на m. Второй пружинке m деленная на m. К третьей пружинке 3m деленная на m. И каждая пружинка, имеющая жесткость kn, растянута на x1 равняется, x2 равняется. Потом их все сложили. Сделай. Реши это. Я тебя учу интегрировать. Сделай. Володя. Кузяра. Володя. Володя. Кузяра. Ты нашел задачу, условие? Кудрасть сюкра, да. Да. Ты понимаешь, что там происходит? Сначала физику. Там волна зажигания пойдет. Да. Но самое главное, что она идет в одну сторону. То есть она бежит по кругу. Не с двух сторон по кругу, а в одну. Да. В каком случае она будет устойчивая? А в каком случае она будет затухать? Вот это их спрашиваю, а вот это они спрашиваю. Задача требует времени? Да. Володя, давай так. Она требует времени по двум причинам. Времени осознания. Потом нужно подобрать математический аппарат. А потом придется искать решение и ответы. Это самое приятное, когда уже все понятно. Ты со мной согласен? Спасибо. Хорошо. Предположительно, масса пружины на G и делить на 2K. Ну, на две жесткости. Наконец, Коля. А теперь решаем ту же задачу, когда у меня есть пружинка массой M большую. У меня получилось. Получилось, наконец-то. Ура. Получилось, да? Это у кого? У Оли. У Оли. И какая будет Х? Чему равен? Сейчас я вам скажу. Ну, короче, температура 360. Х чему равен? Сейчас. По графику. Смотрите, 38. Ну, да. L пополам. Да. Это правильно? L пополам. Все правильно. Теперь мне нужно найти, какое нужно сообщить минимальное количество теплоты. Итак, минимальное Q? Да. Если известна площадь, известно, что там воздух. Понятно, да? И пренебречь нагреванием сосуда, тепловым расширением сосуда, потерями и так далее. Работаем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . . , что поднять эту бутылку со дня водоема на борт катера, который находится на высоте 3-х метров над поверхностью воды. Пустая бутылка имеет массу 200 граммов, а ее внешний объем полтора литра. Мы ее доведем до конца, а потом скажем, чего там не учел автор. От того, что бутылка может... А может учел. Сама будет ускоряться и вылетать из воды? Так, мы ее поднимаем за горлышко. Вот это главное, что я хочу сказать. Если мы оторвем ее от земли, то она начнет всплывать, скорее всего, потому что она... Не слышу. Если мы ее оторвем от дна, она начнет сама всплывать, потому что там у нее плотность, по идее, должна быть меньше. Нет, она так лежит, что там под нее подтекает. Там дно каменное. Хорошо. Я понимаю твою идею. Если там дно иллистое, то она там утонет, и надо будет оторвать от дна сначала весь вес. Я просто имею в виду, что она может быть... Мы в этом варианте, Коля, ее зададим в следующем году восьмиклассникам. Я тебя возьму в эксперты. Поехали. А яка глубина водоймы? Яка глубина водоймы? Яка глубина водоймы? Яка глубина водойома? Хорошо. Хочу я тоби скажу? не дали Костя она кажется не нужна они этого не задали поэтому задавай любую пиши в ответе букву и все прочее а потом посмотрим что они пишут она сократится это Черниговская Олимпиада 10-го года для 8-х классов четвертая задача предложил эту задачу очень хороший учитель он даже он и сейчас директор школы небольшой, молодой очень очень толковый физик можно еще раз условия на дне озера находится неполная закупоренная стеклянная бутылка в которой содержится 1,3 килограмма растительного масла найдите работу которую нужно выполнить чтобы поднять эту бутылку со дня водоема на борт катера который находится на высоте 3-х метров над поверхностью воды пустая бутылка имеет массу 200 грамм а ее внешний объем полтора литра а глубину на которой она лежит никто не задал поехали на них будем писать Костя спасибо за просмотр! а так бутылка должна сама всплывать на что у нее общая масса у нее скажем так 500 до 533,3 в периоде грамма и да получается что силы с которой она давит это будет что-то около 5,3 ньютонов которые она давит вниз а вверх она будет подниматься сила 15 ньютонов из-за того что не объем полтора литра а там 10 в 3 на 10 в минус 3 сокращаются и получаем еще до 10 получаем 15 ньютонов вверх и что она сама всплывет эта бутылка беседуйте друг с другом я тут ни при чем у меня своя поправка есть оля оля так чему равен x когда температура максимальная я сказал уже сказала 36 сантиметров все давай следующий ты уже получила количество теплоты количество теплоты еще нет на что тратится на поднятие поршня не там два слагаемые тратится на изменение внутренней энергии это просто считать да и на работу вот то что ты говоришь поднятие поршня но не поршня ртути сам поршень не весов там нельзя написать цп там теплоемкость будет все время меняться ты это понимаешь когда у нас давление постоянное мы пишем цп это цв плюс р это называется закон майера посмотри вот в этой книге это хорошо написано сколько у газа теплоемкости тарасове тарасова вопросы задачи по физике да хорошо посмотрю давай но тут сложнее тут все время меняется давление так денис 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 артём 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 мамичев как задача по синергетике артём мамичев нету сбежал испугался правда не вижу Володя Володя Да, Юрий Георгиевич Ну хоть что-то понятно Все энергетическая задача Ну сейчас я еще думаю Там первый вопрос их легкий, а дальше надо еще Работать надо Я же надеялся, что вы выиграете Всю Украинскую Олимпиаду Мои надежды ничего не прошли А там олії 1,3 кг Да, 1,3 кг Олії Мені здається, что ты уже Зрозумів, в чому там справа Что твоя питання Була не дуже доречна Думай Алексей Григорьевич Я слушаю Скажите, а вот Задача про этот поршень Про что? Я про задачу про цилиндр и поршень Зартукию Да, да Количество теплоты Какой правильный ответ Должен быть? Там нужно брать, по-моему Работу средней силы Ну, поскольку там у нас Сила Будет пропорционально Х Только Линейно зависеть от Х То там нужно брать Р пополам Прошу прощения Можно вопрос Такой Я просто сейчас уже должен Буду соединяться У меня там другой дурок Когда будет следующее занятие И это вот Следующее занятие Значит так Я завтра в 15.15 Провожу Опять для восьмых классов Я сегодня не хотел восьмые Но вы же все пришли Я же вас не выгоню А в субботу В 12.30 Хорошо До завтра Так Все знаешь, что нужно решать Открываешь Все олимпиады Все украинские По крайней мере А потом я тебе расскажу Какие еще И подряд все решаешь Вот так Я уже тоже хочу Я уже устал Хочу поговорить Со своими Коллегами Они ко мне когда-то Ходили на спецкурсы А теперь они А теперь они Будут Проводили уже много лет Сами занятия Вот Ну что, ребятки На сегодня хватит Так Я прошу Колю Семенякина Со мной связаться Передать мне Бразды правления И побеседовать Да, то есть Мы стрим заканчиваем Да, все Занятия Да, вы заканчиваете Их отпускаем Я очень хочу Одиннадцатиклассники Галя и Оля Получите Получите, пожалуйста Формулу Риттберга Повторите расчет Артем Артем Ты есть? Да, есть А я же тебя потерял Артем Что у нас там С энергетикой А я еще не решал Эту задачу Я сейчас решал Задачу Которую мне Вова скинул Там тоже интересно Так До завтра Решишь Хорошо И просто Даже если у тебя Нет времени Зайдешь Отрепорту Рапортуешь Что я уже Решил У меня вот такой ответ Хорошо Хорошо Напишу Или позвоню Все, договорились Алексей Григорьевич Следующий урок Завтра Или в субботу Есть и завтра И в субботу Завтра В 15.15 В субботу В 12.30 Хорошо Спасибо До свидания До свидания До свидания Спасибо До свидания Артем Спасибо